Сегодняшняя тема. На чем зарабатывают владельцы социальной сети одноклассники? Я рекомендую вам начать с просмотра отрывка интервью Александра Кузнецова. Это бывший коммерческий директор социальной сети одноклассники. Смотрим. Нет, а вы говорите, что вы зарабатываете. А на чем в принципе зарабатывают владельцы, основатели таких социальных сетей? Совершенно очевидно. Здесь две основных вещи. Это реклама, то есть медийная, контекстная. Второе направление – это платные сервисы. И третье направление, которое сейчас очень активно развивается – это игры. То есть если мы говорим о ВКонтакте, то за прошлый год у них львиная доля дохода уже была не от рекламы, а от доходов от игр. Так, контекстная и медийная реклама. Для начала давайте определимся или узнаем, сколько человек в сутки посещает социальную сеть одноклассники. Для этого нам нужно будет обратиться в сервис статистики, называется он LiveInternet. Здесь мы видим, что сайт одноклассники занимает второе лидирующее положение после социальной сети ВКонтакте.ру. Для более детальной статистики нам нужно перейти, нажав на одноклассники.ру. Здесь мы видим статистику по дням, то есть 4 апреля – день сегодняшний. Статистика живая, показывают статистику в реальном времени, то, сколько людей пришло в данный момент, на данный час. Но мы будем смотреть статистику за прошедший день, то есть за 3 апреля. Посетители. То есть количество посетителей, количество пользователей на 3 апреля, за 3 апреля было 31 млн 941 тысяча 360 пользователей. Этими пользователями было просмотрено страниц на 1 млрд 895 млн 527 тысяч. То есть в среднем каждый пользователь смотрел от 50 до 100 страниц. Имеется в виду, когда человек заходит на свой аккаунт, он начинает ходить по каким-либо сервисам, каким-либо другим анкетам, вернее анкетам своих друзей, рассматривать тем самым и появляться эти самые просмотры. До конца не осознавая и не понимая сути происходящего, пользователю умело демонстрируются элементы сетевого маркетинга. А именно, приведи друга, получишь виртуальный доллар, агробакс. Приведи 5, и у тебя уже 5 агробаксов. Но что же тут плохого, спросите вы? Да, собственно говоря, ничего. Если не учитывать то, что вы способствуете построению сети из ваших знакомых, в музей, близких, строите вы за виртуальные баксы, где уже умелые маркетологи-одноклассников будут вытягивать реальные углы. Во многое станет понятно при желании понимать очевидные вещи. Думаю, каждый для себя сможет сделать вывод, посчитав затраченное время на игры и пустой треп в социальной сети. Посчитайте минуты, переведите в часы и скажите себе, а стоила ли она того? Продолжение следует... Продолжение следует...